Вчера прошла презентация компании Xiaomi, на которой было показано достаточно большое количество интересных продуктов. В том числе это Xiaomi Pad 7, Xiaomi 15, часы, наушники. И что самое интересное, разработчики вновь заговорили о HyperOS 2 Global. Но вы скажете, что прошивка уже давным-давно вышла, уже большая часть смартфонов ее получила, и что про нее еще рассказывают. Но как оказалось, разработчики держали, как говорится, туз в рукаве. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. В целом сама презентация была построена по принципу рассказа о том, что система стала круче, система стала быстрее. Что устройства запускаются еще лучше, что взаимодействие между аппаратами выходит на новый уровень. Что необходимо обновиться на новую прошивку, потому что доступен тот же самый HyperCore. То есть это история, которая позволяет еще лучше производить рендеринг на наших аппаратах. Да, это конечно все прекрасно. И тот же градиент, и размытие, всякого рода динамические обои для экрана блокировки, которые как бы то были заявлены. Но разработчики почему-то не могут это до сих пор внедрить на глобальную прошивку. Но как бы это вообще совсем другая история. Что меня в целом удивило, вообще сам подход компании, что они решили вспомнить о том, что у них есть HyperOS 2 Global. Ведь такой большой презентации не было. Именно в том году они просто взяли, запустили прошивку сначала на Xiaomi 14, и после чего уже по накатанной пошла рассылка на другие аппараты. Но вчерашняя презентация позволила нам понять следующее, что все то, что нам разработчики показали еще в том году, далеко не то, что есть на сегодняшний день в нашей системе. Конечно же разработчики упомянули о том, что они сделали историю под названием Home Screen Plus 2.0, ну или же режим взаимодействия 2.0, который по сравнению с предыдущей итерацией этой опции позволяет нам переносить приложения со смартфона на планшет и на планшете их открывать. Плюс еще эта тема позволяет нам, получается, отвечать на звонки, которые нам исходят с телефона и они переносятся на планшет. И плюс, как нам еще заявляется, что еще можно лучше настроить взаимодействие камер с планшетом. Ну то есть имеется ввиду, когда вы можете подключить много разных смартфонов, которые поддерживают режим взаимодействия к планшету. Ну и скажем так, в режиме режиссера все дело выполнять для разных там допустим стримов. Да, эта тема очень удобная. Но опять же, как вы понимаете, не для всех. Ну а теперь мы с вами переходим к самому интересному. Это Xiaomi Hyper AI. Данный раздел был характерен только для китайской прошивки. Но я имею ввиду не AI-службы, которые у нас постоянно в глобалке мелькали. А именно Xiaomi Hyper AI. И сюда у нас входит следующее. Это текст, это голос, это поиск и картинки. Получается, компания решила улучшить этот раздел и сравнять его с китайской прошивкой. И то есть все те, кто говорят, что вот китайская прошивка там на голову, на две головы выше той же глобальной прошивки. Ну скажем так, это расстояние уже сокращается. Да, то есть разница видна, что лишь только сейчас разработчики это добавляют. Но опять же, это не то, что было раньше, что только для Китая это было доступно и все. Вы сейчас можете заметить, как у нас может выполняться написание текста с помощью специального помощника AI. Вы можете забить любой запрос, который вам необходимо, и вам искусственный интеллект его сделает. Вся та же история у нас характерна и для других разделов, которые относятся к этим AI-службам. Это и умное распознавание голоса, об этом я вам в принципе рассказывал. Также в этом разделе у нас еще добавляется опция под названием «Динамические обои». Ну, относительно недавно на глобалке она появилась. Добавляется AI-поиск, но сказали, что он появится лишь через пару месяцев в глобальной прошивке. То есть, как бы анонс такой большой произошел, а появление в дальнейшем, как бы, ну, конечно же, для этого нужно немного больше времени. Если вы любите рисовать на планшете, то фишка AI-арт позволит вам сделать следующее. Допустим, вот как выделяется у нас фотография, и дальше вы можете забить, что сделать, длины волосы. И, соответственно, система вам длины волосы и нарисует. То есть, это еще одна такая интересная опция искусственного интеллекта. Вот то, что я вам рассказывал насчет динамических обоев. Опять же, работают, как по мне, они не слишком правильно. То есть, ну, тут как бы на анимации все очень плавно. На моем Xiaomi 14, к примеру, просто идет как бы само изображение, и дальше оно резко обрубается без какой-либо плавной анимации. Плюс еще разработчики делают акцент на том, что у нас появится улучшенная галерея. По аналогии, как это сделано в китайской прошивке. И вот вы можете заметить, как, в принципе, оно должно выглядеть. Как бы-то все красиво, все приятно, но хочется, как бы-то, это уже попробовать. Ну, и в целом, это и весь итог данной презентации. То есть, мы получаем улучшенную систему с большим обилием фишек искусственного интеллекта. Плюс мы можем подключать, кстати, смартфоны из Apple в экосистемы. Я вот на своем смартфоне попробовал соединить его с планшетом, не получилось, но при этом получилось его соединить с Xiaomi 14. И тут теперь у нас самое интересное. Это списки обновлений. Сейчас в комментариях вы мне можете написать, что вот ты вначале упомянул, что уже практически все могли получить обновления, но по факту это не так. И вот компания Xiaomi нам разделяет список на две части. Это Xiaomi Hyper AI-фишки. То есть, когда это будет доступно. И, соответственно, обновление Xiaomi Hyper OS 2. Ну, я так понимаю, это, скорее всего, переход на обновление либо 2.0, либо же 2.0, 100, там, 0, ну и так далее. То есть, на вот это вот большое крупное обновление. Тут вы можете поставить на паузу и ознакомиться со всеми аппаратами. Но меня лично больше интересуют фишки Xiaomi Hyper AI. Ну, и думаю, у вас так же самое. И то есть, смотрите, получается, смартфоны, которые получают сразу из коробки, это серия Xiaomi 15, это планшеты Pad 7 и Pad 7 Pro. Из других смартфонов, на которые рассылка стартует с апреля месяца, и то есть, соответственно, с апреля по декабрь это может длиться. То есть, компания Xiaomi решила опять нас этими, как бы, сроками побаловать, скажем так. И то есть, тут у нас только Xiaomi 14 линейка в принципе входит, а также Redmi Note 14 Pro плюс 5G и планшет Xiaomi Pad 6s Pro 12.4. То есть, других аппаратов, таких как Xiaomi 13 серия, 13T Pro, попросту не будет. Ну, а по обновлениям HyperOS 2 тут, как бы, все понятно. Тут вы можете заметить, что обновление стартует с марта по июнь 25, вот для указанных смартфонов. Также с декабря 24 по май 25, вот эти все аппараты также должны получить обновления. Хотя, вообще, очень странная логика у компании Xiaomi со всеми этими прошивками. Опять же, это, ну, можно долго спорить насчет этого всего дела, но я думаю, что каждый останется при своем мнении. В целом, как бы, компания нам просто взяла, тупо выкатила всю информацию касательно HyperOS 2 и показала, чего стоит ожидать для своих смартфонов. Ну, а теперь, подведя итог всему этому, что я хочу отметить. Вот, вчера, допустим, купил Xiaomi Pad 7, да, прикольная история, да, он мне очень понравился, и да, там по умолчанию есть куча AI-фишек. Ну, а теперь мы приходим к вопросу, а насколько часто мы будем всем этим пользоваться? Ведь, что нужно от смартфона или планшета? Это его стабильная работа, это отсутствие каких-либо подвисаний, отсутствие критических багов, ну и наличие фишек, которыми мы бы пользовались каждый день. Опять же, фишки AI, я не думаю, что будут на повседневе у каждого, но, с другой стороны, это лучше, чем ничего. Да и, в принципе, разработчикам виднее, ведь это их продукты, они, как вы видите, хоть мнение пользователей собирают, но делают, как им необходимо. Если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok